На календаре 12 января Латвия живет по техническому бюджету, потому что новый еще не только не принят, но и до конца не разработан. Впрочем, сегодня министр финансов Арвил Саш Раденс план проекта представил списки приоритетов национальной безопасности, внешняя политика, образование, энергетика, климат и окружающая среда, конкурентоспособность и качество жизни. Бюджет 2023 это отклик на геополитическую ситуацию в мире. На эти приоритеты, конечно, самая большая часть ассигнации полагается на государственную безопасность, то есть это внешняя и внутренняя. На эти цели в бюджетном предложении Минфина самая большая сумма – 402 миллиона евро. Вторая позиция – качество жизни. Сюда входят здравоохранение и благосостояние. На эти цели запланировано 162 миллиона евро. Планируется, что в этом году будет повышен уровень гарантированного минимального дохода, который планируется связать с социально-экономическими показателями. Также будут выделены дополнительные средства на обеспечение доступности медицинских услуг в области онкологии и на повышение доступности услуг здравоохранения для детей. И, конечно, образование дополнительное. Если мы смотрим, то, что предыдущая правительство выделила дополнительные средства 60 миллионов на заработные платы учителям, дополнительно 45 миллионов выделено на разные развития науки и высшего образования. На энергетику, климат и среду отведен 31 миллион евро. Там же, конечно, большой пакет уже выделен предыдущим правительствам, поддержка жителям во время отопительного сезона в первую часть. Дополнительно выделено 30 миллионов для компенсации, скажем, прироста цен на энергетику. Также конкретная способность, это инновативная экономика и так далее, более 71 миллиона. Также в бюджете заложены средства на укрепление внутренней безопасности. Это финансирование не только для Министерства обороны и МВД, но и средства на закупку критического оборудования для общественных СМИ. Основное, чтобы технологические СМИ смогли работать. И, конечно, дополнительные средства для усиления капитал СМИ. Аши Раденс добавил, что в госбюджете на этот год на непредвиденные расходы выделено 30 миллионов евро. Планируется, что бюджет будет передан на утверждение в СЭИМ 7 февраля. Виктория Пушкил, Отто, Отто Айлс, РУС, ЛСМ.